CarPlay – технология, представленная компанией Apple еще в 2014 году, однако так и не снискавшей популярности в России. По двум причинам. Во-первых, там нет Яндекс.Навигатора, а во-вторых, приложения активные складываются, когда ты складываешь их на iPhone, ставя вообще все под угрозу. Но времена изменились. Недавно вышла вторая бета-версия iOS 13, где CarPlay обновился кардинальным образом. И теперь, наконец-то, спасибо Apple, он имеет смысл. И сегодня я расскажу, почему тебе нужен CarPlay и почему сейчас он намного круче, чем был раньше. Поехали! Какой выбор у вас изначально? Использовать стандартную мультимедиа-систему вашего автомобиля, но она не всегда сильно умная. У нее не всегда есть навигация, а вот CarPlay сейчас есть почти везде. И если вы используете свой iPhone с CarPlay сейчас, то вы сталкиваетесь со следующей проблемой. Подключаем iPhone CarPlay на iOS 12. Запускаем приложение музыки. Затем вдруг нам, допустим, кто-то написал, что происходит с системой, когда мы переходим в другое приложение. Она закрывает окно. Будь то карты, навигация или телефон, ваш телефон повторяет изображение на экран. И это делает CarPlay абсолютно бесполезным. То есть CarPlay это фактически скрин-мирроринг. Я нажимаю исполнитель, я нажимаю домой. Я нажимаю карты, я нажимаю домой. Это тоже самое. Конечно, с 2014 года ситуация стала лучше. У нас появились такие приложения, как Tugis, Google Maps, WhatsApp, YouTube Music, аудиокниги и так далее. Но не появилось самого главного. Яндекс.Навигатора. Потому что они топят за Яндекс.Авто. Кстати, видео о нем можно посмотреть и вот здесь. Но лично я больше предпочитаю CarPlay. Как же он изменился в iOS 13? Сейчас покажу. Интерфейс обновился и теперь начальный экран встречает нас с тремя блоками. Первый из них это карта, в данном случае Apple Maps. Но на релизе iOS 13 возможно пополнится другими приложениями. Показатель следующего поворота или маневра. И музыка. Слистываем вправо и нас встречает знакомый список приложений. Однако в настройках теперь появилась светлая тема оформления, которая выглядит вот так. Согласитесь, красиво. Однако не без недостатков. Например, почему я не могу перейти в музыку, нажимая на этот блок? Здесь у нас, кстати, все тот же список из трех последних запущенных приложений. Да, вы скажете, светлая темка, это, конечно, красиво, как и начальный экран. Но где нововведения? Знаете, самое главное нововведение, которое здесь есть, это как раз-таки раздельные приложения. Теперь то, что вы запускаете на CarPlay, абсолютно не зависит от того, что вы запускаете на телефоне. Здесь можно открыть телефон, здесь можно открыть ВКонтакте, здесь можно открыть музыку, а здесь Apple карты. И именно благодаря этому теперь CarPlay становится отдельным мультимедиа-устройством в вашем автомобиле. И это безумно круто. Да, вы скажете, здесь так и не появилось Яндекс-навигатора, потому что они все еще пилят Яндекс.Авто. Но зато у нас есть очень классный Tugis, который прекрасно знает Москву, позволяет вам скачивать карты. И вы можете параллельно сидеть в Инстаграмчике или снимать какую-то историю, но ни в коем случае не пользуйтесь телефоном во время движения, потому что это опасно, ну вы понимаете. И вы можете также пользоваться замечательными и прекрасными Google-картами, которые хорошо знают пробки. Конечно, они так хорошо, как Яндекс.Навигатор, но они идут нос в нос, по крайней мере сейчас. Равно как и можете слушать аудиокниги, например, с помощью программы Litres. Но даже если вам не нравится Tugis или Google Maps, все еще есть Waze, который популярен во многих странах, помимо России, и он тоже работает вполне себе сносно. Но самый главный минус CarPlay, помимо многозадачности, это радио. Все говорят, вот я включаю радио, и у меня выключается CarPlay, что делать? Это неудобно. Но-но-но, теперь заходишь в CarPlay, есть разные приложения. К примеру, MyTuner Radio. Открываешь его, и происходит магия. Смотри, радио-рекорд, которого нет в Москве. Оно работает в CarPlay. Да, через интернет, но у тебя все равно есть интернет на смартфоне. У тебя есть навигатор, у тебя есть голосовой поиск, у тебя есть Siri. Вот все твои радиостанции. Вот тебе навигация Waze. Вот тебе навигация Tugis. Вот тебе навигация Google. Смотри, как быстро все работает. При этом на смартфоне доступны другие приложения. И вопрос, зачем нужна Яндекс.Авто? Зачем нужна штатная навигационная система? Если есть CarPlay, который теперь работает настолько классно. Конечно, приложений сильно больше новых не стало, но еще осень впереди, а именно тогда будет официальный релиз iOS 13, и новые приложения, возможно, появятся и в CarPlay. Сначала Леша Лейкерс говорит. Чидеж, желаете ответить? Да. Что вы хотите сообщить группе? Снимаю видео для BigGeek про CarPlay. В вашем сообщении в программе WhatsApp говорится, снимаю видео для BigGeek про CarPlay. Отправить его? Да. Хорошо, отправлено. Мне продолжить читать? Да. Панда говорит. Коллеги, добрый вечер. Так читаем. Завтра в 11 торгуем. WhatsApp все такой же бесполезный и способен лишь прочитать непрочитанные сообщения, и даже переписки тебе не покажут. Но оно и понятно. Apple очень заботится о безопасности, и вообще, странный шаг, то, что они согласились сделать такое. То есть, ты можешь теперь пользоваться телефоном, печатать здесь сообщения, при этом пялиться в карты, и отвлекаться от дорожного движения. Apple, это небезопасно. Но оставь все так, потому что сейчас это работает так, как должно было работать изначально. Вы красавчики. Радио из Якутска. Вы могли раньше слушать радио из Якутска? Я нет. Управление голосом также никуда не делается. Вы можете прокладывать маршруты до любых пунктов назначения с помощью вашего голоса. Куда вы хотите попасть? Станция метро, Волгоградский проспект. Одну минуту. Но самая киллер фича, естественно, это возможность одновременно смотреть видос на Ютьюбе и пользоваться навигатором с помощью одного устройства, подключенного к вашей машине. Я считаю, что Apple вот этим вывела CarPlay на новый уровень. И с сентября, когда это обновление появится на всех ваших айфончиках, вы будете наслаждаться, кайфовать и станете пользоваться CarPlay намного чаще. Подведем итог. Теперь в 2019 году CarPlay это наконец-то нечто обособленное, что не зависит от запущенного приложения на вашем смартфоне. И это огромный плюс. Он однозначно стал намного удобнее, чем раньше, но будете ли им пользоваться именно вы, пишите в комментариях под этим роликом прямо сейчас, на чем я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. А с вами был Илья Слейд. Всем удачи, пока-пока. Субьер, можно писать, говорить в 2014 году, которое не снискало, не снискало, не снискало, правильно? Правильно. Теперь наконец-то CarPlay стал нечто обособленное. Я очень русская баба. Ты тоже так думаешь? Я вставлю сейчас. Ты работаешь в BigGadget? Нет. Ватсап все такой же бесполез... Ватсап все... А! А! О! А! А! А!